Знаменитая китайская каллиграфия в Якутске. В Национальном художественном музее открыли выставку произведений китайских художников. В общей сложности на ней представлены 43 экспоната. Это живопись в традиционном китайском стиле, свитки с каллиграфией, портреты в карандашной технике. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Китайская культура отличается своей особой оттонченностью. Это тонкие линии, контраст цвета, изящество и глубокий смысл, представленного на картине сюжета. Лю Хай Цин известен как современный художник ландшафтных картин. В своих работах помимо черного обязательного цвета используют яркие красные оттенки. Изображение контуров черным цветом обязательно в нашем искусстве. Кроме этого, довольно часто используют красный. Он символизирует наш флаг, Красную армию. Также это цвет удачи. Например, когда рисует стерхов, то обязательно выделяет красное пятнышко у него на голове. Отличается и холст, на который наносит рисунок. Это тонкая рисовая бумага. Чтобы после завершения работы она дольше сохранялась, ее крепят на традиционную ткань. В подобной же технике создают и полотна с каллиграфией. Каллиграфия – это древнее искусство. Оно имеет большое значение для нашего народа. Каллиграфией можно передать пожелание, вложить в него особый смысл. Проведение выставки запланировали еще два года назад. В 2015-м в Пекине проходили Дни Республики Саха. В рамках мероприятия якутский писатель Николай Лугинов представил свою книгу «Хунские повести». Общество Лао Цзэ пожелало привести в ответ на такой шаг выставку. Довольно интересная выставка. Мы даже не ожидали. У нас выставлено более 40 работ. 43. В литературном музее за 20 работ. Очень много привезли. Красочные работы. Приглашенные художники в конце церемонии открытия выставки подарили музею несколько своих работ. Они займут свое место на постоянных экспозициях музея. Серглана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.